У нас очередная вечеринка сегодня. Дэниел без костюма. Ему жарко. А я-то нарядилась. Посмотрим. Опять едем к Наташе свиньи. Дэниел уже про Крисмас поет. Это ваша любимая. Халвьюн. Не было. Мы были в Крисмас. Да. Эта девушка очень красивая. Ты была очень красивая милая. Ты любила мои костюмы вчера или сегодня? Два. Я всегда любила их. Я их купила. Оба костюма. Ему нравятся мои. Я просто рада, что я могу надеть костюмы, раньше я просто поставил этот большой робот на меня и маски. Я не буду использовать маски или ничего, потому что я потерял много веса. Он счастлив, что он купил костюм, о котором мечтал много лет. Потому что походил. А че у тебя камера на резиночке? А уже все. Че у тебя камера-то падает уже? А гляньте какие красивые. Мне что, корабль ограбить? Корабль ограбить и ловлю камеру тебе. Да, запчасти мне надо. Все слетает у меня. Ветерок, а у Наташи какие цветочки? А Люба-то у нас. Давай хоть я тебя поснимаю. Люба-то. Смотрите, метлы только нет. Вон она как, полетела сегодня. А цветочки-то какие у Наташи. А ты должна головки цветочков оторвать. Зачем? И нюхать. Это в семье Адамсов она такие букеты собирала. Отрывала сами цветочки. Ну, молодец, молодец. Наши-то еще и не готовы. А мы уже... А мы всегда готовы. А мы уже нарисовались, а не сотрешь. Все, Любочка, выключай. Да. Вот так вот мы подъезжаем к Лене и Майклу. О, посмотри-ка. Это приключение Маши и Вити уже. Посмотрите, куда мы едем. Ничего себе мы забрели. Мюсочек. Приключение Маши и Вити. Ви-ка. О, черта. О, я говорю. Ну, это так... Это, как... Да. Это прям, как-то, здесь. О, ж, посмотрите. Ты уверен, что этот человек, さ-то нападет нас нас в лес. У нас отдает нас в hisshoек. Ха-ха. Я думаю... О, я вижу. Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Люба. Люба? Очень приятно познакомиться. У тебя голфа? Я люблю твои. Да, ты тоже. О, у нас их все здесь. Мы все здесь. Видите, как у них здесь. Прям целый город. Тут беседка. У беседки стоит девушка. Встречает нас, говорит, заходите, заходите сюда. Сейчас мы вас встретим. И паук-то вас и схватит. Не дай Бог сейчас еще крыльями замашет. У меня сразу будет инфаркт, честное слово. Нет, не машет, слава Богу. Вот такая вот страсть висит. С крыльями. Идем дальше. Пока светло будем снимать, куда мы приехали. У меня Винни-то хоть не потерялся бы в этом лесу. Божечки. Божечки наши. Дэниэл. Уже его, видите, припахали. Он тут землю, по-моему, возит. Что ты делаешь? Посмотрите, что. А там уже сидят гости. Это Майкл. Майкл, хеллоу. Хеллоу, Наталья. Добро пожаловать в Сан-Хелл. Спасибо. Он, Винюша, у меня ходит. А, это мы еду привезли с собой. Сейчас нашему доставать еду. Тут то, что принесет. Тут то, что принесет. Кто, что принесет. Какое-то вино. Кто, чего сделал. Кто, чего купил. Кто, что приготовил. Здесь, видите, сидят люди. Все на стульчиках. Чего-то ждут. Не гадать ли будем. Все кружком сели. Здесь вот огонечек с уголетчиками. Ну, вообще, пока ничего еще нам не понятно. Все это загадочно очень. Вот, пойду, пройду. По... Боже, а тут то посмотрите, что. Фонтан крови. Видали, что? Кровь у нас с фонтанами уже. Вот это да. Так, идем дальше. Сейчас я вам всем все покажу. Тут вот костер будут разжигать, я так понимаю. Не знаю, права ли я. Стол стоит такой весь. И вот так вот они живут, представляете? Вот так вот, в таком лесу. В таком лесу. Кричи, ау, никто тебя не услышит никогда. Вот там, Лена говорит, что там какой-то офис Майкла. Под крышей, но без стен. Идем дальше. Боже, а там чего-то красное у нас горит. А, там машина приехала. Здесь вот дерево. Лена говорит, что у них после... После хоррикейна, после урагана, у них прям деревьев очень много повалило. Это, конечно, что не удивительно абсолютно. Вот трак Данилкин. Вот здесь вот тоже их дом. Здесь мама Ленина живет. Мама приехала у них. Там тоже гости приехали. Народу говорят, будет очень много. Видите, у них даже грядки есть. Что-то они здесь высаживают. Я такие грядки сделала один раз. Они, похоже, были на могилы. Как будто я закопала шесть человек. У меня были они маленькие, эти-то огромные. А у меня были маленькие подростки человека. И я все смеялась. Я говорю, у меня что, кладбище, что ли, за домом? Как будто шесть трупов лежит, покрытые черным тряпкой. Вот так. Было, конечно, не смешно, потому что я очень переживала, зачем я испортила свой байк-ярд. Хотела арбузы выращивать. А получилось так, что были такие проливные дожди, что у меня все стухло, сгнило. И над этими трупами мухи летали. Я сидела и плакала, и смотрела, как же я это все исправлю. Приехал из Рыбинска Саша с Наташей, и за один день у меня все перекопал и все убрал. Представляете? Вот такая у меня история. Я снимаю Любочки на камеры. Камера и видео будут для Любочки. Ну вот пока она там сидит, я говорю, давай я поснимаю. Посмотрите-ка, что. Что там? Ну-ка, сейчас посмотрим. Смотрите-ка, что здесь. Вау. Ой, а здесь сетка. Я не знаю, как открывать, тут вот два глаза. Ну вот, потолки у них, видите, какие. Вот отсюда я. Здесь они сидят на природе, любуются. Ну вот у них такая вот, знаете, дикая природа. Они получают огромное удовольствие от того, где они живут. Майкл сказал, я очень горжусь своим прапорти. Ему очень нравится, то есть очень много. Пять акров у них земли. Пять, нет, не акров, пять гектаров. Ну, подождите. Пять акров, пять акров. И вот так вот они живут. А где у меня Любочка-то? Ведьма-то моя где? Мне бы ее не потерять бы. Ну лети ко мне. Беги, бегом ко мне. Ну просто. Чем? Погоди, брызгай-то, я тоже посмотрю. А, слушай, Любочка, у них там фонтан крови. А чем это вы брызгаете-то? От комаров. Ой, да сейчас комары будут, боже. Я комаров не видела 14 лет в Америке. Посмотри, сейчас увижу, видимо. Смотрите, ведьма-то закрыла. Ой, ты что-то у меня брызгалкой испортил. Надо у Майка вот здесь получше. Ну ладно. Наташ, пошли туда еще. Разворился там, но это маленький пруд был. Раньше хороший, покажу. Пойдем на пруд посмотрим. Так, идем. Приключения Маши и Вити продолжаются. Ой, киска. Это дикая? А, это ваш, окей. Боже, как темно. Он вас боится. Да. Я не знаю, как мы. Тут ничего не видно, Любочка. Уже не видно? Нет. Выключай. Так мы вдруг потеряемся. Хоть свидетели будут. Куда идем? Ань, то ведь, знаешь, пропадем с гением с лица земли. И свидетелей не было. А тут хоть... Ну уж не пойдем, да. Ой, Леночка милая. Это что же у вас такое? Там, это был дом, там... Еще одно жилище. Нет, это не для жилья. Это просто вот все было. Ага. Как же это все показать-то не видно? И у нас... Пруд-то вон. Он чистый. Он и сейчас есть. Ага. Любочка, купаться не будешь? А почему не будет? Нет, это не для купания. Боже, смотри-ка какой. Да. Прудик-то. То есть он там, эти трава зеленая. Блин, ничего не видно, Любочка тут вообще. Да, трава зеленая затянула. Нет. Сейчас сделаем фотографию. Потому что... Гараж. Там у него лаборатория, там все что-то. Ага. Прям большой. Да, лаборатория там вот. Ага. У нас двое. Это лаборатория-то его? Это у него была лаборатория. У него всяких тут этих... Боже. Соединений. Это вон только там у него вообще. Тут лаборатория был. В настоящую лабораторию пришли. Майкл вообще работал в НАСА. Вот там, где запускают космические корабли. А, ведущим инженером. Ведущим инженером. И поэтому вот у него, видите, чего только нет. А это телевизор, я так понимаю. Это на продаже у нас стоит. Мы закрыли, потому что еще не готовы, чтобы надо было объявление. А чего там в этих штучках-то маленьких? Он ремонтирует, что ли, телевизор? Не, не ремонтирует. Просто мы все купили другой, а этот надо как-то избавиться от него. То есть продать за сколько там, я имею в виду? Соня. Это хороший телевизор, Соня. Ну-ка, хлопни еще. Подожди, а сейчас он еще назад пойдет. Он еще не остановился. Вот смотри, что пойдет подниматься наверх. Но он как бы поднимается уже, да? Медленно. А когда он закончит, тогда хлопнет. Наташа, хлопни. Что-то у него еще было. А, я знаю, что у него было. Я так проголодалась. Можно я? Или что ты меня спрашиваешь? Можно? Сейчас мы это будем. Конечно. Ну-ка, хлопни. Так. А можно ты громко скажи? Наташа! Нет, не действуй. На головке, придет. Можно ли я кого-то в кусты поместил? Просто покажи мне. Что покажешь? Ага, давайте приезжать. Я с ним не знаю. Слава. Это Оливье. Ты сделала. Ну, Оливье, конечно, да? Да. Ты сделала, да? Ну да. А кто же еще Оливье делает тут? Только мы делаем. Только мы делаем. Окей. Ай, Майкл. Наталья тут открывает одного модного трубашка. А как открывать? А смайкл? 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 А шесть. Круто. Интересно, смайкл. Смотри, какая бутылка там. Хэллоуина? Нет. Снимала я? Холовин Пьешь и глаза выкатываются Мужички наши принарядились А вот и Леночка идет Не поймаешь ее Смотрит кастинг Голосказ, реку Голосказ Лена, Майкл Лена, Майкл Лена, Майкл, я хочу снимать фотографию Машин, Майкл Машин, Майкл Майкл Магдальдан Майкл Это было странно. Мы приехали в дом, где ГПС сказали, что это ваш дом, и я подошел, и он говорит, что это не его дом. И он говорит, что это не. Я говорю, что это не. Я не знаю, почему. Нужно было глаз закрыть. Так, закрой. Где она, повязка-то? Очень много людей. Вот тут, наверное, будет костер-то. Наташ! Кто это? Я думала, кто это? Да, ты не знаешь меня, да? Индиана Джонс, она очень известная актера. Не известная, но он играл в театре. Да? Актер. Я имею два других знака. Я думаю, что я буду менять. Из Индиана Джонс... Из Индиана Джонс, я буду менять. Рейнджер Рик. Рейнджер Рик. Да, да. Ты знаешь о мафии, о русской мафии? Ты знаешь о мафии? Я слышал о мафии. Да. Ой. Решили мы? Шикарные дома у вас у всех, что мне прямо после... В счастье не в шикарных домах. Я тоже думаю, а что там эти шикарные дома? Да. Ну конечно хочется, но если нет, то и не надо. Правильно? У тебя смотри сколько домов-то. Ну не говори. Давай уже. Давай уже. Давай открывай уже, да наконец-то. Заходи. 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 Посмотри-ка. Все хорошо и красиво. Знаешь, Любочка... Свету если побольше сделаешь? Знаешь, почему не сделала свет побольше? Посмотри сюда, назад. Вот эта люстра, которая лежит. Очень красивая люстра. Мы ее должны установить. Вот она лежит. Ты понимаешь? Купили. Да, купили. И она у вас в процессе, да? В процессе. Зеркала большие стоят, это с металлом. То есть, стену нам сначала надо сделать здесь деревом, а потом повесить. Мебель такая добротная. Мебель хорошая. Да. Мебель на самом деле хорошая, потому что она... Настоящая. Настоящая, да. Да. Вот. Это тоже идет. То есть, эту стену, понимаешь, нам надо... У нас планы. У нас планы, планы, планы. Но это Майкл мы сами делаем. Потому что мне надо Майкла это самое... Ну, стимулировать. Стимулировать ты главный ст... Ну, главный стимулятор, да? Света, если включишь, так пойду. О! Это библиотека. Это библиотека. Это мой офис, мой офис. Это я здесь, мой. А книги чьи? Книги общие. Общие. Это, в основном, конечно, его были книги. Вот моя полка... У тебя русские есть, что ли? Моя полка вот эта. У меня красиво. У него все такое, знаешь, уже не понятно. У него это хранилось в том здании, где во время харакена еще до меня все залило. А это все на русском, да? Нет, это не все на русском. Вот эти вот я из Москвы привезла вот эти все. Из Москвы. Можете представить, там магазин такой шикарный был, когда мы еще раньше, несколько лет назад, мама читает, вот она взяла. На каком языке? Это русский, смотри. Ну я говорю все на русском. Это русский? Нет, ну не все. Ремарк. Да, да, да. Вот это русский, смотри. Вот это русский, да? Видишь, вот там. Видишь, все эти вот русские. Здесь перемешку всякие. Здесь всяких перемешку. Да. Вот. У нас было больше книг. Я говорю, Майкл, я говорю, Майкл, невозможно. Здесь стояла полка с книгами, мы все разобрали, огромная, такая высокая, и издали на, это, ну, этим… Ресайкл. Нет, ну что ты, Ресайкл, книги же хорошие. Нет, не Ресайкл, а этот как, магазин называется, который вот ты отдаешь бедным людям, они продают уже. Магазин, который… Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ну… Мой ха… ну, вот. Магазин… Секонд-хенд пусть будет. Нет, даже не секонд-хенд, а лучший магазин, который… Который он… Гутвилл. О, Гутвилл. Вот смотри, это я, маленькая, в 7 лет, это в это же время моя мама, это портрет у нас я повесила. Это у меня были из Риги портреты, я решила их повесить. Красивая женщина. А это вот, смотри, это японское искусство, вот это японское, это очень, это очень, это самая настоящая японская. И у меня целый альбом это там лежит, я это сейчас не буду показывать, искусство. Вот, этот огромный альбом, в котором вот это всё, каждая стоит, я даже тебе не буду называть цены, очень дорогие цены. Мы как в то время… Мы путешествовали? Нет, Майкл работал, и мы покупали на этом веб-сайте, это и платили, там была, ну, не просто замороженная цена, да, а там перебивали друг друг, как это называется, акционная цена. Бит, бит. Да, да. Ну, это всё опять-таки будет переделаться. Вот здесь, смотри, это мой дрессинг-рум, это мой гардероб, да, это картина, это настоящая картина. Это всё будет сниматься, у меня другие, это самое, это у нас, у меня обои лежат, всё это лежит, это шелковые, в ту комнату пойдут… Шелковые обои? Нет, это не обои, это шелковые гардины, настоящий шелк, да, который пойдут в ту комнату, когда мы зеркала повесим и там вокруг окна переставим, да. Ваза красивая. Это не просто ваза, это настоящее Муранов… Мурановское стекло. Мурановское стекло. Не просто Мурановское стекло, а настоящее Мурановское авторское из Afro Chilota, автор, который в Муране, который мы даже встречались в моей классе фотографии, мы ездили когда-то, да. У него там лейбл, у нас три ваза таких. Я эту цену даже не буду называть, это даже вот Afro Chilota. Не, ну здесь лейбл его, да, и внизу подпись, личная подпись. Ну для интереса-то назови цену, что, не своровались же вы. Ну для тебя это будет звучать как-то очень странно, что такие цены. У каждого свои слабости. Ну хорошо, цены ваз таких от 4000 до 9000, вот там. А это? Ну это, ну в общем красиво, хорошо. Ну в тысячах? Да, в тысячах. А то что за камень? Это опал, упал. Это Майкл, Майкл это, вот смотри, Майкл его. Какой красивый. Это значит, это картина. У шкатулочки из России, да? Да, да, вот это российский, да. Это мы были в России, мы купили. Это вот картина настоящего художника Грэм Стивенсон, он австралийский художник, это настоящая картина. Так, это мой гардероб не показывает. Вот это все у нас стоит, понимаешь, это все в коробках, вот это обои там, все это. Это мой гардероб, маленький такой, видишь, кругленький. Мало чего, но... Шляпки есть? Там что? Шляпки? Там шляпа, да. Ну вот, видишь, я угадала. Да, молодец, ты знаешь. И тут шляпки. Вот. Вот шляпки две висят, да? Да. На двери. Ага. Да, точно. Это костюмы, я даже не снимаю, это как-то можно предоставить. Это вообще, мама мне принесла, чтобы его сбагрить как-то там на флеймаркете, да? Ага. А я его выстрелила, откуда это, думаю, подожди, что думаю, это же костюм, который я покупала, я в нем ездила в Англию, еще в советское, постсоветское время в Англию его ездила, да? Да. Она, ага. И, значит, ой, ты не представляешь, это платье, сейчас я покажу. Платье. Вытаскивай уже. Посмотри, что ты покажи, это история. Сними и вытащи их. История, нет, это история. Смотри, вот это платье, да? Ммм. Я его сшила на окончании института, чтобы пойти на вечеринку. Вечеринка не состоялась, никто не стал организовывать, да? Я его носила, моя дочка его носила, каталась на роликах. Мама его, я говорю, мам, привези мне это платье, да? Она привезла, это доисторическое платье, можете представить. Я его расширила уже там, дочка моя на роликах каталась на пляже, в них, в нем, значит, она привезла, значит, я его выстирала, ну, она лежала, лежала, так сказать, не свежая. Я выстрела, одела на вечеринку, на это, это из Италии, это ручная работа, это повешено стену. Это не просто маска, это ручная работа с подписями, со всеми, это, это маска, и там еще, я тебе покажу, маски, которые они делали в кино, которые, помнишь, снималась, кино снималась, господи, австралийская тактрица. Это машинка, что ли? Да, это я потом тоже. Швешь? Да, это машинка швейная, это я. Пользуешься, да? Да, обязательно, и мне вот это, что вот это лежит, я вот это заменю, это все временно заменю, ну, это я купила специально, чтобы постелить на столик тут, чтобы она, когда машинка стоит. Вот, господи, Никол Кидман с ее мужем, помнишь, такой фильм, помнишь, фильм был, маски такие, маски темные. Да, да, да. Вот эта вот компания, этот магазин, эта компания делает маски для того кино, вот это оттуда. Ну ты скажи, пока говорим о твоей семье, что у тебя дочь живет в Италии. Дочь живет в Италии. У тебя трое внуков. Да, один умер. Вот у Леночки. Старший внук, старший, о, я тебе покажу, который умер. Вот смотри, его, врачи, врачи, его, ошибка врачей. Портрет там, окей? Иди сюда, да, да, его фотография. Очень хорошенький мальчик, красивенький. Смотри, три годика ему день рождения исполнился, вскоре ошибка врачей была, инфекционный менингит, просто и ничего не распознали. И теперь у тебя двое, да? Нет, трое. Было бы четверо. Было бы двое, они бы не сделали детей больше, да? Если бы этот не умер. Но они хотели мальчика, а девочка, девочка, и они потом... Это массажное кресло? Да, это массажное... Два даже? Но это для ноги, надо их убрать, конечно, лишнее много стоит. Но я говорю, поставь, ты оставь пока для ног, пока мы ремонт делаем, пускай стоит там. Ну та ваза тоже красивая, да? Да, да, но это не Мурана. Это авторская тоже, это не Мурана Маркуса, но это там цены даже несравнимые. Вот я тебе покажу. Жалко, свет не знаешь. Вот этот люстр... Знаешь, почему люстру новую ставим? У нас тут была люстра, мы перенесли ее в тот дом маме, где мама сейчас. Потому что, знаешь, тут нужен свет. Там люстра была закрыта, вот такие закрыты. А здесь... Так мы и шкафчики, там не горит свет. Это тоже опять-таки шкафчики, все хорошее, нормально, свет горит. Но это электрическая, этот ураган повредил проводку в стене. Надо проводку в стене наладить. Ну давай кухню-то уже посмотрим, потом побежим. Смотри, я тебе еще покажу. Смотри, вот эти, а почему тебе говорили, другую люстру купили? Потому что тут прямой свет нужен на эти мурановские. А, на картины. На эти мурановские вазы, которые вот это вот особенно. Ну как же мы не увидим-то? Хоть фонариком посвети. Нету фонарика? Сейчас я послушу. В мурановские вазы-то хоть посмотри. Это мурановские, которые авторские вазы, того же самого художника из Мурана, афро-чилота. Красивая, конечно. Афро-чилота. Художник это, ну вот, это вообще, это самая дорогая из всех вас. Это он, колд-ворк называется, колд-ворк, он делает колд-ворк и все разные, да? То есть это, это вот, вот это, вот это Мурана настоящее, вот это вот, ну не просто настоящее, там, ты поняла, авторское. Авторское. Авторское, да. И это тоже, это уже художника. Все гладенько так, оно так. Это колд-ворк, по стеклу, видишь, вот. А как вот это-то сделано? Ну, вот он знает, как сделать. Ты почему они дорогие, если уже знаешь, как он сделала, вот они знают, как это. Картина красивая. Картина, это испанский художник, называется, сейчас ты скажу, Гойо, Гойо. Ой, Гойо, что ты говоришь? Ройо. Вот, Ройо. Ройо. Красиво. Да. Вот, ну, эти, видишь, вот, это. Нужно посмотреть. В этой стенке электричество повреждено. Вот в этой. Ну, там у тебя русские джель. Да, у меня тут много чего. Это мы из России, когда книги привезли, вот мы тогда это купили в Нижнем Новгороде, вот оригинальные все, видишь, вот это, смотри, как красавица. Ага, утка. Надо пылью. И это у меня бар, видишь, там вино, все, вот это, вот это бар называется, как бы сказать. И это Риж из Риги, это из Риги, вот это у нас была в Рижской квартире, и я сказала, мам, приведи мою вазу. Оригинальная такая, да. Ну, конечно, тут пыль не протирается. Вот в этой стене побеждено электричество, поэтому надо отодвигать все и чинить, понимаешь. Вот. Это самая, ну, спальная, ну, спальная. Обычная, да. Сейчас не бойся, у мамы-то пошире, нет? Нет, у вас тоже широкая, большая. За нами. Нет, у нас, у мамы больше, у нас... Ну, хороший стиль такой, светлый. Это моё, к моему костюму, который я ещё не надела. Мы купили, а, как это называется, queen, потому что это меньше, место занимает, чтобы можно было поставить, решили, ну, ладно, нормально. У нас была... Красиво. Да, это тоже натуральная картина. Это все... Обе натуральные, то есть это не просто... Оригинальные. Дэвид... Сейчас, пошли сюда посмотрим. Так, это уже известный художник Дэвид Ллойд Глав. Он известный не только в Америке, но и за рубежом. Этот художник тоже, Доусон, известный. Нам очень понравилась вот эта девочка, ну, спальная такая, миленькая такая, розовенькая такая, хорошенькая. Это он, сейчас тебе скажу, у него стиль... Стиль... Как-то забыла уже всё, значит, нет, сама его стиль, художество. Сейчас вспомнишь потом. Такая оригинальная тоже шляпочка, лампочка такая, да? Да. Да, да. Вот эти такие патрики мы видим. Ага, окей, я расскажу сейчас. Давай. Ты упадешь на месте. Так, это мне майка подарил 350 плюс такса. Вот это там. Как название? Покажи бутылочку. 350 плюс такса. Давай. Да убери. Это самое интересное. Штем он не нужен. Так, давай смотрим. Да, это наши женские дела. Так. И это у нас... Вот. Виктор энд Ралф, но это не просто парфюм, это экстракт. Экстракт. Поэтому он такой страшный дорогой. Даже сейчас чувствую, да? Экстракт, который... Ну, в общем, самым понимаешь. Ближе к натуральному. Ну, там, это сам уже более концентрирование не бывает. Самая большая концентрация. Не просто натуральная, а самая большая, да? Так. Это у нас... Вот это очень тоже дорогой. Вот. Это недавно мы купили. Это Майкл вообще там... Ну, Майкл знаешь, что такое? Заводится. Он говорит, что мы пошли в Нен-Мон-Маркус. Ателье Колонн. Роз Аноним. Тоже такой уж порядка цены. Он там себе и мне. Да не представляешь, но вообще приди. Ага, сейчас я молодец. Ты не представляешь. Это такой запах, да? Это запах, который... О! Ты чувствуешь, да? Обалденно. Ты серьезно чувствуешь, да? Да. Ты понимаешь это, да? Да? О! Понежные. Я так рада, что ты понимаешь. Так хорошо. Как нежные. Да. Значит, вот это самое дорогое, что я показала. Да, вот эти тоже очень дорогие духи не распечатаны. У меня есть такие же в концентрации. Они дали вот. Ой. Так. Это... Заодно покажу Ателье Колонн. Вот смотри. Майкл там... Его там сагитировали. Он такой вообще... Чего что? Я тоже не могла держаться. Мы такие заводные, знаешь, вот так вот. Можем выбросить деньги вот на такую вот, на такую. Можете представить? Ага. Это его Ателье Колонн. Ага. Можете представить? Тобака нут. Покажи так. Подержи. Тобака нут. Я тебе дам понюхать. У него есть и в маленьком разливе. Там он... Это... В этом сам... Вот смотри. В маленьком разливе. Дам тебе понюхать. Вот это табака нют как пахнет. Нет, это не табака нют. Вот. У него тоже парфюм приличный. Да. Это его отделение. Это моё. Смотри. Так, понюхай. Это табака нют. Ну, табак. Это может быть табаком. Ммм. Ты чувствуешь? Обалденно. Спайс такой. Чисто мужской. Не только... Да ладно, я должен бросить тебя по знакомству. Мужским. Хочешь мужским бросить? Ладно. Не буду бросить. Понимаешь, дело в том, что это ниш парфюм, да? Он мужской, но он может быть и женский. То есть ниш парфюм ниш. Парфюм. Парфюм. Он не градуируется только мужской. Ох. Приятный. Так, окей. Серьёзно? Да. Да. Так, и вот это у него... Вот это очень тоже... Спайси, это из этой же серии, только в таком разлее. Это более... Ну, тот мне больше понравился. Мне тоже. Ага. Ну, если я тебя брызнула, ты поняла бы. Давайте брызну куда-нибудь. Дай руку. Так. Столько. Так. Ты знаешь, что? Я не хочу, чтобы ты на вещи туда не попала. Хватит. Так, понюхай. Как ёлка. Подожди немножко сейчас. Как ёлка, он подожди. Что-то мне... Это зависит от кожи, от твоих химических... Да, точно. Как ёлка, да? От себя как ёлка, на самом деле это не как ёлка. Интересно, твоя кожа как пахнет. Ну, это же здорово, смолой пахнет. Да. Так, значит, это его территория так... А, моя, моя, моя. Смотри. Угу. Значит, это у меня вот это вот тоже самое розы, которые в разливе в этой коробочке. У меня же такая коробочка пришла, но там и вот эта большая и маленькая, да? Так вы заказывали? Нет, мы купили в Немен Маркусе, а у них там это... Это... Как это сказать? Нем... А нам они уже... Немен Маркус уже в эту организацию... Ну, в эту организацию... Ну, в эту... Головную фирму. Фирму. И оттуда нам... Прислали. Прислали Немена, Немен нам уже. То есть у них в магазине это не стоит так. Угу. Ааа. О, это жасмин, табако-жасмин. Ой. Я вообще люблю мужское. Это не мужское, это морфюм. Табако-жасмин. Ну, это ниш, это который может быть хорошо, потому что так и будет. Ну, он прям такой вот это... Несладкий. Не, не сладкий. Мне тоже нравится жасмин. Ага. Жасмин? Жасмин, и пахнет табакой и жасмин. Вот именно... Я почему подумала, что мужской, потому что вот такой табачный. Хватит, хватит. А, я не чувствую, что брызун у тебя нет. Вот точно сейчас табак. Жасмин и табак. Вы можете представить, что жасмин? Подожди, мне кажется, я тебя в трех брызгал, нет? В трех. Здесь... А где у тебя в трех? Тогда я... Ты посмотри. Теперь она меня не отпустит, пока не вынюхает. Все, что брызнуло. Ха-ха-ха. Я не могу найти вот это трех. Пока... Все, что брызнуло, вынюхает. Левочка, подожди. Где у тебя трех? Что-то у меня странное. Что-то я не понимаю, что это за духи. Так. А носик-то что? А-а-а. Холодный. Стой. Носик холодный. Хи-хи-хи-хи. Такая смешная. Я не могу... Не могу не понять. Все, костер. Вот он костер. Американский. Наши мужья... ...говорить не могу. Говорить не могу. Я не буду делать это, потому что вы бы хотели сделать это, чтобы сделать это прекрасно, чтобы это было прекрасно. Я буду качать. Я буду смотреть это опять. Короче, рассказала девчонкам, какие сокровища я увидела. У меня нет места для троих. Какие сокровища я увидела. По леничке, по леничке. Они решили пойти посмотреть. Протяжила девок. По красоте. Кто сидели там на улице. А Наташка без камеры с фотоаппаратом приперлась. Мурановская стекла, смотрите. Так, кладовочку смотрим теперь. Это мой гардероб очень маленький, скромненький. Но там есть хорошие вещички. Покажи вам что-нибудь интересное. Вам интересно, я уже тебе рассказала. Ну вот шляпку одень вон. Сумочку дизайнер. Ну вот над тобой шляпки. Самая. Шляпки вон. Из Флоренции. Из флоренции. Флоренции. Из флоренции. Из флоренции. Это бумажки. Ну ее потрогать можно? Можно трогать. Бумажки лежат там специально. Сумочка флоренции. Видите какая кожа. Красота. Ой, смотри, ты палубка затылай. Надо вообще бороться с ним, они заползают. А еще вот, оранжевая сумочка. Что у вас сумочка? Дорвались, девчонки. Вот оранжевая мне нравится. Я давно покупала уже это из Неаполя. Но ты носишь их? Конечно. Вот, хорошая семья. Да. Наташа, мне вот такой свет предложили на кухне покрасить. Как ты думаешь? Под свое черное платье у меня такое выходное. Мешочек, что ли? Нет, долщина, сумочка, специальная сумочка я храню здесь. Я покупала ее в Соренто, долщина-кабана платье, и оно специально под это тоже. Боже! Вау! Красота! Боже, 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 боже. Боже, Любочка. Ну-ка, с другой стороной. Ну и то это покажи. Перед комнатой, пожалуйста. Красивая. Да. Да, она, конечно, маленькая. Да, специально под дресс и платье. Ну да, под шелковое платье. Леночка, ну-ка, одни нарядные. Не нарядные платья. Не, вот так много точек. Я посмотрю просто сумочку саму. Ой, да, сумочка, конечно, хорошая. Хорошая сумочка, красивая. Ну, Леночка-то у нас, оказывается, подпольная. Да, подпольщица еще, да. Подпольная модница. Как это? Все сносите. А шляпочки тоже у тебя? Они какие-то такие вот фетровые. Смотри, какая мягкая-мягкая. Это я купила последнюю. Наташа, слушай. Ой, аккуратней. Мешочек, помоги. Я шляпы люблю, я не нашу. Помоги ей эту сумочку положить, пожалуйста. Вам нужно было билет покупать в этом музее уже. Да. Это значит... Что же вам показать? У меня есть интересная вещичка. Ну что, я не хочу показать еще. А что ты за шляпой хотела сказать? А ты хотела духи показать? А, духи покажу, да. В другой комнате. Это значит шляпа, которую ты в последней поездке купила. Это Патриция Пире. Ну, Патриция Пире. Это Патриция Пире. Это мне понравилось, она типа немножко мужскую. Типа она мне подошла, короче. Стану спать, да. Патриция Доброго. Так, что еще? А, вот я люблю рассказывать. А ты видела мою мальку-то, видишь? Малька какая. Ну, это у тебя что? Очень интересная мальчика. Половинаская. Нет, это обычная мальчика. Девочки-то заглядают. Ну, вот эта сумка очень красивая, покажи. Ну, это уже фурла, это уже я ношу. Фурла? Фурла, да. Тоже итальянская? Ну, фурла, итальянская фирма, да. Потому что у меня есть фиория. Нет, фурла это я фурла называю. Фурла. У меня есть что-то такая листик. Ну, нарус-то. А почему ты говоришь фурла? А не фурла. В итальянском на первую сумку, да? На первую сумку, да? На первую сумку? Да. Это на французском и с тобой было бы. А, да брянс. А, не знаю, просто... Если она итальянская. Я могу... Вам просто, я знаю, что это... Я как-то фурла говорю, говорю, мне никто не справляет. Слушай, тут вообще, конечно, у тебя... Леночка, мне нужно тебя с твоей ресницей сфотографировать. Да что ты мне с твоей ресницей... Ну, смотри наверх. Ну, смотри наверх. Китай. Ну, шляпка одела бы. Лен, одень шляпку. Вот. А в шляпе, да. Шляпочку-то, фетровую. И в шляпе сделаю такой, как в ретро-стиле. И глазки вверх. Ну-ка, вообще. Повернись к Наташе. Так, я... Леночка-то у нас вообще... Я порчу весь сезон. Вот так, вот так, вот так. И потом вверх еще, вверх. Вверх. Марлен Дитрих сделала. Вау. Леночка, ты как Коко Шанель. Да, Коко Шанель. Да, Коко Шанель, да. Леночка, как всегда. Леночка, скажи, как ты так и худая остаешься. Так как и худая? Пошли дальше. Она считает себя не худой. Леночка, смотри, что здесь. О, ой. Девчонки, ой, знаете, что это такое? Ой, это же китайские турки. Это не просто китайские турки. Это настоящие, оригинальные. Это Майкл уже делает. Это до меня еще, Майкл. Да, да, да. Это же вообще как у 15 века? Да, это настоящее. Леночка-то, я посмотрю. Ой, мамочка дорогая. Это когда им ножички обрезали. Вот как тут. Да, да, да. Это они оригинальные. Нет, не обрезали, это бинтовали, бинтовали. Тоже вот варварство. Видишь, они хрустящие. Тоже варварство. Ножички были как капыцы у китаяночек. Капыцы вместо ножичек. Все пальчики все остались. И вот так вот загибались пальчики. Видите, вот у него всякие сердца. Это все натурально. Авторские. Я постоянно густенье купила. Мне так понравилось. А вот это что-то красиво. Девочка какая-то. Тоже что-то фамилия. На качельке. Это бронза все. Бронза как это. Бронза. Короче, это вообще какой-то антик. Это подкорость. Слушай, ну надо же никогда не видеть без них. Да? А руки маленькие. Это ножки взрослой женщины. Взрослой? Взрослой. А можно открыть бы это просто? Я знаю, древние, бинтовали ноги с рождения. Они не росли, чтобы... Они бинтовали, все время бинтовали. Они как-то снимаются бинты. Очень туго. Туго перебинтовывали ножки. И они не развивались. Это мой первый. То есть они как капать все было. Это все надо в рамки сделать. А почему вы не вешаете никуда? Ну, хотя если нет, то это не заповедит. Ну, посмотри, какая красота. Боже мой. Какое изящество. Любочка, ну ты вот так вот. Какая прелесть. Он мне это делать нравится. Все видно. Да, тебе надо их в рамочке. Мы специально эту книгу купили, чтобы поставить. А где вы их берете-то? Да не берете, мы брали. Ой, там специально японские. Какая прелесть. Это когда Майкл работал в масти. На рисовой бумаге? Это все... Это все... Ну, это современные или это уже старинные? Нет, 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 это старинные. Это все с тех времен. Это все с тех времен. Это как 18 век, да? Нет, 19 век. Да. 19 век, наверное. Интересная какая прелесть. Это известная... Ага. Это вообще... Это из... Ну, она сейчас на другое время троится. Откуда это? Это... Это... Это все оригинал. Оригинально. Это не просто... Это не копия. Это региональная. Ой, ты что, у меня просто вообще дар речь. Да, все помню, да? Лен, какая прелесть. А где ты... Это в Японии вот купили? Нет, это... А где вы купили? Все, на этом все закончилось. Слушай, какая прелесть. А, еще там у меня есть два оригинала вот. Слушай, ну, это жалко держать-то вот так вот. Ну, это у нас, понимаешь, у нас все это... Вот это встали, и там фиксации, там, и коридор надо переделать, все переделать. Это оригинальное все. Ой, какая прелесть. Это уже Майкл до меня покупал. Ух ты! Смотри, как это куркулик. Смотри, сколько у нее этих офсенлоранов-то. Эти туши. Ух ты! Они просто офсенлоран. Вот у меня, например, у Леджи Минчи. Вот сейчас на меня. А, ванши. Чем? Чем? Нет, ничего. Бери очень темный. Темно-темно-темно. Такой сливовый цвет. Темно-темно-темно. Любуша, ты уже поснимала тут все, что могла? Уже доснимаю остатки. Да, ты что любишь такое-то делать? Ты что любишь такое? Возвращаемся к костру. Посмотрели домик. Ой, какая красота. Вот тут у нас, видите, Марк показывает камушки. Это жаспера, это оценка жаспера. Я люблю это. Я дам маме rest of them. Да, он показывает камни, он же их добывает. А где? Не знаю, вот там посмотришь. Серов, серов. Такой молодой. А она-то, кто-то здесь. Алферова, точно. Ложечки. Майкл показывает камни, которые он делает. Всякие разные, очень красивые. Это деревья. Майкл показывает, что он делает. Уже много людей. Смотрите камни. Но, наверное, это будет так, как и все. Что это, Майкл, здесь? Это опал. Почему вы их держите в воде? Что это? Это ликвид. Это ликвид. Это ликвид. Для чего? Видите, как это не очень длинный? Видите, как длинный? Да. Это означает, что опал будет слегка. Видите, как это будет слегка? Да. А, это хорошо. Но с кейро-сиропом, это движется очень слегка. Я думал, что... Я могу снять эти вещи так, как это, в вечер. Я думал, что вы их тратите для чего-то. А, просто для веселения. Это ликвид? Я не снялся. Сколько снялся? С, по- käytанному? Что? Что, ты делаешь? Я не выделял ее? Я не начинала это, но не обработка. Я не делаю бумажные. Я просто снял скатываю. А, вот здесь. Можно перчик посмотреть. Немного веца сняли опал на колесоскопе. Но я тоже. Здесь, здесь, пойдет на вот. Калесоскопация. Ух, началось у нас тут пульба какая Лебочка, настоящий друг Понравилась? Видишь, я постаралась Пожалуйста Звучит, рассказание, не потеря Я верю, я верю Нет, держи это слово Я не знаю слова Напиши слова А я не знаю тоже Нет, лучше я слушаю ее Я так тебя знала Я мечтала Я мечтала Что ты звучит Звучит Смотрим балет Сейчас, остановлю Как у нас Леночка танцевала Видишь, у меня есть Несколько секунд А потом поставим опять Один, а потом другой Сколько тебе здесь? К какому возрасте? А у тебя прямо сейчас Год назад Год назад Год назад Да, точно Год назад Наша Леночка танцевала вот так балет Ну какая умничка А там все внуки Нуки Для внуков, да? Нет, для себя Для себя? Да умничка Как здорово Я уже не могу Подожди, вторую сейчас Даю вторую Ой, какая умница Я переодела штанцы Штанцы И сколько тебе сейчас у нас? Ой, не спрашивай Ну ладно После 20 Я не говорю Это Не переодела Видишь, джинсы Ой, какая молодец 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 Ой, какая молодец А внук-то что, спит? Ха-ха Внуков, отец Сладкой Я увольт, как Joven В своей печали Одинюду Что я скажу По-сужбе Говорят, что Сужбы женской Не бывает Пускай Помытая Но я-то знаю Ха-ха 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 Ну ничего Что не променяю С людьми нихов мы не оделим, По счастью нас такое минопало. И в горке все судьбой не урядить, Друг другом мы страны по трое не имеем. Тебя посчитать я со структурой твоею, Хочу, что дружина, подай наш судьбой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ОК. Данилка пошел с пожитками и Дракула за ним мятый. Субтитры сделал DimaTorzok